Добрый день, дорогие друзья! Что ж, рад вас приветствовать на своем канале. Мы сегодня пишем натюрморт с мандарином. И сегодня я пишу натюрморт из разнофактурных предметов. Здесь и синее стекло, и яркий мандарин. Натюрморт очень контрастный и такой сложный блестящий предмет. Наверное, это сахарница или соусник, который в тени находится. И такое освещение я взяла, чтобы освещение было не прямолинейное, а такое сложное. Свет у меня сегодня такой рассеянный свет. Свет не солнечный. И, следовательно, он холодный. Я сейчас намечаю общий абрис предметов. Определяю пропорции, определяю величину. И определяю композиционный строй натюрморта. Как вы уже догадались, я очень люблю синий стекло. И вот такой синий фужер. Я на него очень давно смотрела, давно хотела его запечатлеть. И вот сейчас я это осуществлять буду. Ближний план у меня... Натюрморт находится на полке. И достаточно высоко. То есть он находится практически на уровне глаз. И вот эта вот толщина полки, она как раз будет такой отправной точкой, которая будет показывать, как уходит пространство в глубину. Ну, достаточно силуэтно читается натюрморт. Вот я буду сейчас разбирать потону. Самый плотный предмет это все-таки фужер и тень вот этого блестящего соусника. Причем вот этот соусник, он очень сложный. Он в стиле арт-нуво. И он такой формы не круглый. Он имеет форму прямоугольную. И плюс к тому еще форма ребристая. И интересные ручки такие. В общем-то, надо его будет как-нибудь отдельно пописать. Я тоже его еще не писала. Важно разобрать потону. Сразу определиться, какие предметы самые плотные. То есть сразу определиться, большая тень, большой свет. И от этого отталкиваться. Стекло тоже, оно плотное. Ну, я поставила вот там вот ложечку. Ложечка дает блик. В общем-то, там много еще в этом стекле. Рефлексы от мандарина будут. Ну, в целом, нужно сейчас проложить большой фон. Чтобы сразу определиться, что ближний план у нас вот именно светлый. Светлое такое ребро, которое будет нам помогать строить пространство. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует... 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 от этого стекла и он начинает взаимодействовать с вот этим вот сложно оранжевым мандарином и я конечно буду там делать и рефлексы и в окружающую среду тоже тоже все это нужно будет организовать потому что все предметы в натюрморте взаимосвязаны мы не пишем никогда отдельный предмет мы пишем все в этой связи связь освещения связь отраженный свет то есть рефлексы для поддержки я возьму фон он такой сложный серо-охристый серо-голубой и даже где-то он разоватый это все надо найти богатство оттенков нести так чтобы фон был не однотонный а все-таки он мерцал чтобы он был живописным но это только я прокладываю первые первые слои поэтому сейчас я просто определяюсь цветом и тоном к краям к правому краю фон становится чуть светлее и теплее но в общем все надо сравнивать если вы привыкли что тень холодная значит свет теплый или наоборот на самом деле все может быть совсем не так надо смотреть в зависимости от конкретного натюрморта конкретной среды и конкретных условий освещения то есть у меня вот здесь свет идет не просто слева а он перекрыт перекрыт и поэтому он идет практически основной светом падает вот на складку салфетки и на торцевую торцевую часть доски потом я еще буду корректировать этот тон я имею ввиду фон потому что так или иначе еще буду уплотнять стекло синие очень активный появился у меня там рефлекс его тоже нужно будет погасить и и так я говорила что формы не простая не не цилиндрическая форма ближе скажем так вот представьте как коробка только она округленная слегка все предметы есть именно ширина и длина и они разные такие предметы в общем то сложновато делать потому что в жизни часто мы видим такие предметы или нет скорее всего нет я специально не стала чистить обычно я такую посуду я ее чищу чтобы она блестела блестела но в данный момент мне понравился это патина я решил ее оставить потому что она смотрится очень живописно но я и 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 я подчеркиваю линию линию стола то есть где встречаются две плоскости горизонтальной вертикальной эту линию тоже нужно держать чтобы предметы у нас были поставлены именно на плоскость и я уточняю салфетку так как она у меня все-таки на ближнем плане и она будет акцентная и нижнюю часть нужно увести потому что там тоже там тоже идет тень и возможно здесь контраст мы сделаем поактивнее так как все-таки это ближний план здесь тоже там сложные тень теплая очень активная и она немного такая немножко в розовый оттенок идет потому что сама эта конструкция она имеет такой чуть розовый оттенок и салфетку эту общую воздушную структуру и важно здесь именно по форме проложить мазки таким образом чтобы конструкция этой складки она была понятна больше добавляю охры потому что там идет такой такая очень теплая тень и потом вот от этого завитка мандарина кожицы вот этот завиток здесь вот нужно будет проложить нападающий тень но сейчас мы в целом делаем главное передать вот разные направления плоскостей передать их таким образом что они разные по форме проложить мазки таким образом чтобы они были тоже по форме это тоже нам позволит передать впечатление вот этого объема а вот этой сеточкой я ее конечно делать не буду ну просто сделаю каким-то намеком достаточно цельно мы не будем делать фотографию мы будем делать свое восприятие живописное этого натюрмонта поэтому никогда не нужно стремиться к фотографической точности нужно прежде всего показать свое восприятие предметов состояние освещение передать свое отношение к этим предметам ну получается что вот эта часть светлая это самая активная часть это наш камертон и все остальное нам нужно будет привести соответствие погасить увести или сплавить или сделать как можно более мягче написать по крайней мере вот эту плоскость нужно выдерживать она помогает нам воспринимать натюрморт и настоящим на плоскости и ну и у нас такой красивый шар шар мандарин прекрасный мы держим прежде всего в голове что это у нас сфера причем сфера неправильной формы опять таки мы используем прием направление мазка должно соответствовать форме этой сферы и здесь очень красиво и интересно как уходит вот этот оранжевый как он уходит в тень как он растворяется в этом пространстве и вот эти детальки конечно хочется их всех показать но слегка конечно это все нужно сделать а вот эти прожилки край завитка кожицы тоже будем делать ну и да здесь значит еще он и просвечивать добавок стекло просвечивает мандарин и рефлексы холодные будут на нем тоже будут естественно присутствовать потому что стекло очень активный акцент ну и за счет того что это такой яркий контраст получается так очень эффектно мне нужно набрать тон потому что здесь у нас идет плотнение плотнее нужно еще проложить плотнее здесь нужно удерживать голове что вот эти элементы светлые от кожицы прожилки они не должны быть такими же светлыми как края стола они должны быть чуть-чуть помягче вот этот камертон в голове стараться держать это не всегда бывает просто но рассуждаем мы прежде всего пишем рассуждаем а если мы рассуждаем мы понимаем что ближе находится края стола поэтому на него больше падает вот мы сейчас прокладываем тени и эту кожицу которая уже не становится оранжевая становится какой-то бордовый какой-то активный такой красиво все таки писать мандарин я часто пишу мандарины и в акварели и маслом такое активное пятно она всегда делает натюрморт выразительней вот вроде бы положила несколько пятен уже плотных да и уже понятно вот этого структура вот этого завитка внутреннюю часть тоже сейчас проложим уже белый тут не оставалось у нас так как у нас отвернута у нас там идет тень но тень такая что с влиянием рефлексов от синего стекла поэтому мы уже будем работать там достаточно холодными оттенками все конечно сравнивать нужно как говорил мой преподаватель рисуешь глаз смотри на пятку то есть все надо сравнивать сравнивать в целом сравнивать пограничные плоскости пограничные предметы если научиться сравнивать то то меньше допускаешь ошибок и работа все таки цельная возникает в результате я сегодня конечно точно до конца не допишу этот материал возможно я еще к нему вернусь потому что свет тоже уходит я пишу во второй половине дня все таки нужно чтобы освещение было ну примерно такой же как ты начал писать потому что получается так что ты пишешь становится темнее ты делаешь еще темнее в результате работы просто делаешь совсем другую работу вот поэтому все таки надо рамки временные рамки ограничивать таким образом чтобы освещение было примерно такое же так я уточняю фон вот немного более контрастного сделаю потому что здесь эта часть такая горячее горячее пятно и я хочу подчеркнуть вот этот рефлекс синий рефлекс подчеркнуть и подчеркнуть контраст итак блестящий наш прекрасный соусник естественно проложила сначала теневые участки вот эти вот красивые рефлексы их тоже потом нужно будет гасить и еще тень еще будем усиливать потому что постоянно нужно смотреть на натуру в целом для этого мы отходим для этого мы смотрим по-разному отвлекаемся и опять возвращаемся чтобы увидеть более цельно вообще умение цельно видеть натуру это это как раз вот это основной скажем так основной основное умение которое вырабатывается годами конечно дети обучающиеся в художественной школе для них это всегда будет очень бывает очень трудно но этому надо учиться для этого и призваны вот эти многочасовые уроки какие-то тюрьморты которые длительные может быть даже и короткие Я система занятий направлена на то, чтобы прежде всего научиться цельно видеть. Конечно, когда пишешь долго, но теряется вот это восприятие и притупляется свежесть восприятия. Продолжение следует... Такие горячие рефлексы идут от мандарина, но мы их погасим. Надо погасить будет. Ну, в общем, писать блестящий предмет это отдельная тема, я думаю, для ролика. У меня есть один ролик «Блестящий чайник» в акварели. Кому интересно, можно посмотреть. Немножко отсвечивает масло. Ну, я надеюсь, вам понятно, что здесь мы уточняем и еще будем уплотнять. Спасибо. 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 Как на палитре происходит действие. Спасибо. 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 Игорь Негода. Подпишитесь. В общем, еще тут стоит немного поработать. Но у меня уже темнеет, поэтому я остановлюсь на этом этапе. Продолжение следует... 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 Пока-пока!